Мы команда Калачики. Мы молодые, активные, весёлые и стараемся жить на позитиве. А также мы призываем всех людей стремиться к новым открытиям и делать свою жизнь ярче. Масленичную избирательную кухню пять команд участников открыли позитивными предвыборными лозунгами. Правком, забава, калачики. И это только часть импровизированных политических партий. По условиям гастрономического конкурса в роли кандидатов – блины. И тут уж главное их правильно подать избирателям. Участники избирательной кухни к сервировке столов подошли творчески и не стеснялись экспериментировать. Из простых ингредиентов сотворили кулинарные шедевры. Морскую звезду, праздничный торт, канапе и всё это из блинов, фруктов и мёда. Победа тому, за кого проголосует большинство аплодисментами. Мы завлекли песнями и интересные шуточные композиции. Мы сделали чебурашку из блинов. Мы считаем, что это очень полезно. Немножечко изнутри узнали само то, как вообще на выборах нужно действовать. То, чтобы за нас проголосовали, естественно, мы как-то креативили и подходили к заданию с творческой стороны. Мы старались понравиться именно той аудитории, которая здесь есть. То есть это некоторый опыт для нас, это интересно, это познавательно. Блинный фуршет пришёлся по душе липчанам. Увидеть необычный кулинарный поединок и проголосовать за своего кандидата, на площадь Клеменкова пришли сотни человек самого разного возраста. Было очень интересно, попробовали блины. Все ребята хорошо подготовились, но больше всего понравилась группа ПРАВКОМ. Они более энергичные и более открытые. Примечательно, что в этом году акции исполнилось пять лет. Избирательная кухня уже стала традиционной и популярной среди липецкой молодёжи. От раза к разу меняется лишь меню. Общая идея конкурса остаётся прежней. Главная цель вот такого проекта – это донести до наших избирателей, до жителей города Липецка некоторые основы избирательного права, напомнить, когда у нас будут выборы, напомнить о том, что каждый обязан участвовать в этих выборах. В Липецкой области более 270 тысяч молодых избирателей. По статистике, именно они реже всего появляются на участках для голосования. Возможно, такие конкурсы позволят молодёжи приблизиться к избирательному процессу, считают в обл. сберкоме. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды, в данном случае на избирательной кухне. Дмитрий Курмаков, Алексей Великанов, Липецкое время.